всем привет привет у нас сегодня плюс 27 это я так знаете в бодрить тех у кого уже прохладненько я знаю да по россии уже осень и 8 местами на юге еще не очень но в большинстве регионов уже осень настоящая и мы с ребенком вышли прогуляться за молочком у нас 7 минута дома прогулочным шагом молоко продается после меня витя рюкзак и я галлон молока положила в рюкзак у меня рюкзак прям а перевешивает обратно хочу с вами поговорить это маска это не труселя это у меня маска хлопковая и я так знаете если кто-то будет приближаться и раз поднимаю чтобы всегда на готове почему хотела с вами поделиться сейчас мы уйдем с проезжей части с такой я вам покажу кстати мы пойдем обратно длинной дорогой по наибаходу я вам покажу как это выглядит немножко простые домишки пойдемте заодно рассматривать и я вам буду рассказывать понюш а можешь не впереди а то я тебе буду показывать всегда твою спину испортилась у меня сегодня настроение нет день у меня был сегодня прекрасно у меня сегодня день ну как много таких дней у меня момент день когда мама ничего не делает только занимается своими какими-то делишками у меня сегодня в списке моих делишек было были подружки я на телефоне полдня проторчала две подружки из россии из разных городов причем или санкт-петербурга из москвы и вторая подружка и третья подружка у меня здесь местная в общем и я так я знала что я буду с девочками россии общаться можно говорю ой слушай у меня завтра прям вообще будет столько молотовни с девчонками из россии я была такая знаете как как сказать-то правильно возбужденная в хорошем смысле такая знаете в предвкушении вот предвкушение и я и вот сегодня тоже ему позвонил он говорит ну как поболтала любые куда поболтала на настроение испортилась и ему не сказал ему так вкратце я думаю слушаем он в это что там эти тебя что-то обидели что-то сказали там неприятно или еще что то я говорю вот в том-то и дело что нет никто не жаловался никто не ныл разговаривали там шутили смеялись болтали во всем и ни о чем в общем обо всем понемножку я говорю а после у меня было так весело потом настроение как испортилась просто девчонки девочки простите меня пожалуйста но знаете как как вам сказать они смеются они обе у меня бойцы вот мы три мы все разные абсолютно абсолютно разные по темпераменту по отношению к жизни ну разные но они вот бойцы обе бойцы они молодцы они устраивают свою жизнь у них дети у обеих по двое деток и детки примерно одного возраста у них в одной только две девчонки у 2 2 мальчика и обе не унывают идут вперед молодцы строят жизнь и себе и деткам и радует вообще всячески как могут и радует очень даже хорошо знаете как бы по российским меркам ну молодцы девочки очень молодцы но я вот я поговорила с ними да отключилась и я на меня нахнул нахлынула вот эта волна я вспомнила как вот я одна тоже вот корячилась там это вот выкручивалась там старалась и конечно я от этого состояния уже отошла и даже его стала подзабывать за два года до но так это все вспомнилось мне стало так грустно и сейчас еще таки такой да экономика на спаде вообще практически во всем мире я муж рассказываю беру знаешь мне так ну афисори фазе как я унижая жалко их ну как я чувствую я чувствую сожалению что вот им так приходится да каждая в одиночку строить как-то жизнь стараться там что-то вот ну из трусов выпрыгивать понимаете 2 и на пределе своих возможностей иногда и так мне стало вот грустно и вспомнила себя в этой ситуации мне муж и говорит знаешь оля я тебе не говорил я не хотел тебя расстраивать ну чтобы ты не волновалась там лишнего там все не придумывала не переживала но здесь тоже очень очень трудно сейчас у людей он ведь я знаю историй когда тоже очень сложные ситуации очень сложные он мне говорит но если сложно здесь он ведь то я могу себе представить как сложно там где какая улочка прекрасная зеленая как аллейка и он ведь я представляю как сложно тем более женщины да одни с детками конечно это все очень сложно ну и я еще больше затуснула мне ничего себе да то есть понимаете да я не могу вам сейчас дать объективную картину мира здесь поскольку мой муж от меня еще и утаивает цветочки какие красивые от меня мой муж еще и утаивает какие-то невзгоды неурядицы здесь тоже дворик да аккуратненько зора вот так и третья печалька меня нахлынув накрыла то что моя подружайка здесь они сможем тоже поговаривают о том чтобы переехать другой штат они стали об этом подумывать поскольку здесь им тяжело не они никогда не вытягивают но все это кто на то знаете выходит практически вся эта работа очень много тратят и они стали поговорить о том не переехать ли им другой штат у меня это тоже как-то подрастроила но другой стороны если там будет лучше хай как говорится но вот такой у меня печальный денек и такие такая у нас интересная улочка в такими двойниками-чистниками это все старые здания знаете они это после реконструкции после конструкции у меня муж уже давно здесь живет он говорит они тут были по-другому выглядели а тут их видите подшаманили отремонтировали там внутри не знаю а снаружи косметику то сделали симпатичную дворики благоустроили видите как такие домишки очень рядом мне кстати очень нравятся вот такие на ибоходы где вот не поверите где очень рядом дома знаете почему я все-таки городской житель и мне не так стрёмно будет обратно сейчас не так стрёмно будет знаете вот мне бы я бы хотела жить вот в таком небо на ибоходе когда рядом рядом дома мой муж нет ему это не нравится мне нравится потому что это знаете как как на первом этаже многоэтажного дома. То есть, если что, можно в стенку вон стукнуть через заборчик. Видите, как рядом. И все. Тебя придут, спасут. А я же этот трус. Смотрите, там впереди... Ой, я не знаю, солнце засвечивает, но я попробую показать. Там кукуруза. Смотрите, какая высоченная. Высоченная кукуруза. Не знаю, будет видно, не будет. Так что, пожаловалась я вам на свою печальку. Вот тоже домик хорошенький, да? Ну, я реально понимаю, что вот это вот такиого плана дома, это то, что нам может грозить. Как бы шикарный дворец нам. Мне не грозит и в этой жизни. А вот такие домики. Я так уже мысленно к ним привыкаю. Мне нравится. Сама себя настраиваю, знаете. Там у него дворец, знаете, детская площадка. Вот опять кукуруза, кстати. О, гляньте. Интересно. Так что, девчонки, вот такая история. Пожаловалась я вам на свои печальки. Прекрасно, я понимаю, как. Трудно, прекрасно. Я все помню. Знаете, когда эти воспоминания мне идут навстречу, я масочку. Прекрасно, я все знаю. Мне интересно еще, знаете, когда там в комментариях у меня там пишут, ой, да что там, это ваша Америка там дурацкая. У меня... Это же дамочки страдают этим, дамочки. А у меня, у меня на роде, у меня так все прекрасно. Вот мне хочется спросить, вот знаете, мне смешно так становится. Ну, конечно, вот это. Я даже спрашивала, где-то мне отвечали. Сейчас расскажу. Что, а что у тебя, если у тебя так все прекрасно, что ты сидишь тут на этих американских, да, русскоязычных каналах? Что ты тут высматриваешь? И мне там дамочка одна ответила. Она говорит, что я просто хочу посмотреть, как живу там в других каких-то, да, люди. Как плохо живут, чтобы убедиться, как хорошо ей живется на ее родине савдеповской. Ну, это ладно, у каждого свои, как бы, приколы. И вот я спрашиваю, а что сидишь? Она говорит, вот так. И я такая думаю, нет, если у тебя все так хорошо, зачем сидеть на диване, чтобы посмотреть, или в телефоне, тем более, сейчас же в телефонах, да, может, и компьютера у нее нет даже никакого. Сидеть в телефоне, смотреть, как живут другие люди, если у тебя все прекрасно. ты можешь поехать туда, поехать, позволить себе поехать в любую страну и пожить там месяц-два, чтобы посмотреть, как живут люди, да, не только на туристическую часть жизни, в любой точке мира, но и посмотреть. Это же, мне кажется, намного вот интереснее, да, и познавательнее. Так что, нет, ну, молодцы, конечно, девчата, вы держитесь, потому что если совсем унывать, то... Я покажу. Ну, он в шортах, видите, у нас жарко. Если совсем унывать, то, конечно, не стоит совсем унывать, надо ценить то, что мы имеем сейчас, радоваться, ну, и совсем привирать тоже не надо. Давайте по-честному. И я сейчас тоже, да, мы же выбираем, как вам сказать, я вот как открывала, перед тем, как начать свой канал, я же продумывала, да, кто будет моей аудиторией, для кого я рассказываю. Давайте, если я нигде не говорила, я вам сейчас открою тайну. И я сама для себя определила, что моя аудитория, для кого, с кем я говорю, это женщины моего плана. Ну, то, что взгляды могут быть, сходиться или не сходиться на какие-то вещи. Ванюш, давай руку. Это другая история. Я имею в виду вот того же состояния, когда вроде со стороны, да, вот, ну, все нормально у женщины, да, ну, просто уставшая, вот, заезженная жизнью, вот, как я была в России, все сама. Я, знаете, я и лошадь, я и бэк, я и баба, и мужик, и лампочку скрутить, и губы накрасить, знаете, свисток. И все вот это, все в одном, и на работу сбегать, и в школу, и уроки выучить, и все вот это переделать. Вот я, когда я разговариваю, обращаюсь, я рассчитываю вот на, я обращаюсь вот к этим женщинам, в первую очередь, женщинам. Вот я опираюсь на эту аудиторию. Вам, девчонки. Не те, кто, знаете, не алкашит, не там дебоширит, а вот такие, знаете, обычные женщины, простые, ну, типа меня, без выкобениваний там, что, ой-ой-ой, знаете, без преувеличений в ту или иную сторону. Те, кто не ноет с утра до ночи. А есть такие, знаете, кто нытики. Нет, тот, кто идет вперед, старается, как там получается, уже как получается, да? Но мы стараемся, мы держимся в руках и преодолеваем наши трудности. В общем, мы пришли, там уже вот другая начинается улочка, мы переходим через дорогу. А я вам всем, всем, всем желаю удачи и счастья. Сейчас приду домой, может быть, запишу что-то повеселее. Всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. И вы там, давайте, не унывайте. Я же вам показываю, видите? Я же изменила свою жизнь. У меня своим девчонкам даже неловко признаваться, говорить там. Мне говорят, а как, а что ты делаешь? А я опять делаю, ничего, понимаете? И мне так радостно от этого, просто кошмар какой-то. Все, люблю, целую, пока. О, спасибо большое. Ой, дверь открыли. Спасибо. Спасибо.